Я еще раз представлюсь, меня зовут Юрий Рыков, я аспирант и младший научный сотрудник в лаборатории интернет-исследовательной школы экономики по образованию, социолог, так что есть определенный мост, есть между тем, что все интересуются какими-то импликациями энергетики будущего, интернет-вещей будущего и так далее. Поэтому мне эти вопросы, в принципе, какие-то если будут, про этику и про что-то еще задавать можно. Значит, та лекция, которую я сегодня прочитаю, состоит из двух частей. Первая часть познакомит вас с тем, что такое междисциплинарная область интернет-исследований в целом, какая исследовательская повестка ее образует. А в второй части мы сконцентрируемся на одном из направлений и более детально разберем ряд кейсов. В частности, связанных с виртуальными сообществами, с изучением структуры виртуальных сообществ и с проблематикой социального неравенства в том числе. Значит, что такое исследование интернета? Интернет сегодня — это невероятно изобильный источник очень ценных данных, анализ которых может принести много полезных и интересных открытий совершенно разным наукам и дисциплинам. Но представьте, миллион, не миллион, может даже миллиард людей, даже не каждый день, даже за круглые сутки просто нон-стопом используют интернет, какую-то их активность проявляют. Все эти следы их активности остаются на серверах, это все можно отследить, посмотреть, информации и данные накапливаются. Соответственно, это просто огромнейшие объемы, которые представляют собой изобиднейшие источники. И, как мы здесь видим в картинке, анализировать эти данные, интерес к этим данным может исходить совершенно из разных дисциплин. Каждая из них, однако, интересуется интернетом со своей эпистемологической и методологической перспективой. Каждая имеет свою предметную область. Поэтому, в общем-то, интернет-исследование — это междисциплинарная область. Тем не менее, междисциплинарная все-таки делает не то, что разные науки интересуются интернетом, религию, там тоже разные науки изучают. То, что исследовательские вопросы, которые возникают, они находятся на пересечении нескольких предметных областей, требуют усилий специалистов совершенно разных наук — лингвистов, математиков, социологов и так далее. Тем не менее, точнее, это еще и формирующаяся область исследования, она находится на заре своей институционализации, появляется своя классика, свои исследовательские каноны, появляются исследовательские центры, какие-то институты, лаборатории, появляются журналы. В общем, все атрибуты такой полноценной академической науки. И тем не менее, несмотря на все заявления о междисциплинарности этой области, она изначально имела довольно сильный крем. Все-таки область социальных наук, прежде всего социологии и политологии, которые по сей день являются основными поставщиками исследовательских задач. Так вот, в чем же интерес социальных ученых по отношению к интернету? Чем они интересуются? Согласно Мануэру Кастельсу, это такой известный исследователь интернета, пионер этих исследований по социологии, он определил интернет как такой коммуникационный медиум, который позволил общение людей, многих со многими, в любой момент времени и в глобальном масштабе. Так вот, такая технология, такой медиум, он радикальным образом преобразует общество и продолжает это делать. Так вот, те общественные изменения, которые происходят в результате использования и распространения интернета, и находятся в фокусе социальных ученых. Они занимаются изучением общественных изменений, связанных с интернетом. Ну вот, в качестве определений можно привести вот эти два. Они, в общем-то, довольно близкие, как раз фокусируются на тех социальных изменениях, которые происходят. Ну, однако, второе определение, оно еще оценивает то, как общество на интернет влияет. Допустим, какая-то законодательная практика, регулирование, прав и свободы, ограничения интернета, цикдура и так далее, и так далее. Значит, сейчас мы остановимся, вот это еще первая часть лекции идет, на нескольких таких вот направлениях, которые эту область конституируют, а потом на одном из этих направлений чуть подробнее. Какие же именно общественные изменения интересуют социальных ученых? В каких сферах общества эти изменения происходят? Значит, вот одна из первых тем или таких частных направлений – это социальное неравенство и интернет. Есть такое понятие «digital divide», переводится на русский как «цифровой разрыв». Оно означает то, что использование интернета может приводить, в плане каком-то крупномасштабном социальном, либо к усугублению социального неравенства, углублению расслоения, либо, наоборот, к его сглаживанию, потому что у людей выравниваются шансы, допустим, одинаковый доступ к информации, если у всех реализуется, все к нему подключены, все владеют одинаковыми источниками, и вроде как, допустим, доступ к образованию или к чему-то еще, и в целом что-то должно сглаживаться. Однако, последствия могут быть совершенно разные, то есть в разных обществах по-разному. Богатые становятся богаче в каких-то образах, в каких-то обществах все остается прежним, никаких существенных изменений не происходит в плане именно социального неравенства и расслоения, но в каких-то действительно они становятся более демократичными, эгалитарными и так далее. Вторая тема, наиболее популярная, это изучение того, как интернет влияет на всяческие политические процессы, на протестные акции, на протестные движения, восстания и также на то, как он используется в современных электоральных кампаниях. Ну и здесь наиболее яркий кейс, наверное, это Арабская весна, ряд восстаний, которые прошел, начиная с 2011 года, по разным оценивают этот период, какие-то даже, может быть, часы идут, тем не менее самый пик, это был 2011 год. В общем, это восстание в арабских странах и многими отмечается, что вот интернет, он довольно существенную роль сыграл в координации, мобилизации, всяческих акций и так далее. В общем, благодаря интернету у нас наши арабские ребята смогли свергнуть свои плохие правительства и установить настоящую демократию. Но, значит, на самом деле исследователи совершенно по-разному отвечают на вопрос о том, какую роль интернет сыграл в этих процессах, вообще сыграл ли он какую-то роль, была ли она решающая и так далее. Есть взаимосвязыватели исключающие ответы. Еще одно направление – это электронная коммерция. Здесь, в общем-то, изучаются всякие интернет-магазины, потребительское поведение людей в интернете, как люди что-то покупают, добавляют в корзины и так далее. А также, как интернет используется в бизнесе, например, для каких-то больших организаций. Как интернет может помочь людям более эффективно осуществлять свою трудовую деятельность. Еще одно направление – это лечение того, как интернет влияет на нашу культуру. Есть даже понятие «cyber culture». В рамках нее поднимаются такие темы, как изменение какой-то визуальной культуры, восприятие людей, влияние на язык. Все знаем, в одно время был популярен албацкий язык и другие разные извращения языковые. Интернет влияет на моду, но также влияет на наше понимание юмора. Вот здесь, значит, при рифе на картинке, как меняется юмор. Свои образцы некоторой интернет-культуры возникают в своей комиксы, в своей звезды. В этом плане. Еще одно из направлений – это влияние интернета на социальную сферу, в которую входит здравоохранение, религия, образование, наука и так далее. Да, но вот здесь приведены несколько примеров. Появление таких онлайн-университетов, как Coursera, существенным образом видоизменило вообще этот ландшафт образовательных услуг в мире. Вот поднимите руки, пожалуйста, кто-нибудь из вас проходил какой-нибудь курс на Coursera? О, вот как. А если бы Coursera не было, вы смогли бы что-то узнать о том, о чем узнать? То есть насколько это облегчило вам получение информации? Есть другие университеты? Да, конечно, есть другие университеты. Есть университеты с границ и их довольно много. Это только самое главное метаполизм на этом рынке. Появляются, значит, виртуальные приходы, когда священники принимают исповедь у своих прихожан в чате, например, в ICQ и так далее. Отпущение грехов за деньги? Ну, за деньги это другой вопрос, но в целом в интернете. В общем, на самом деле, индикаций довольно много. А в области здоровья, например, и медицины, это так называемая область e-health. Это тоже, кстати, связано с интернетом вещей, как всяческие гаджеты, мобильники, приложения устанавливаемые на них, могут собирать информацию о состоянии нашего здоровья. И, например, как все эти штуки влияют на именно уход за больными в клиниках. Это вообще большая область, и мы, кстати, на ней еще остановились очень подробнее. Ну, собственно, вообще изучение интернета в социальных науках невозможно без таких областей, которые называются theory-driven. То есть, когда какая-то теория доминирующая, она поднимает какие-то проблемы. Ну, здесь приведены две такие панирующие стороны. Первая — это интернет-концепция сетевого общества. Слева вы видите редких представителей. Это Барри Уэллман — канадский социолог, и Мануэль Кастерс — американский социолог испанского происхождения. Вот они являются как раз таки отцами, основателями и главными промоутерами концепции сетевого общества, информационного общества. Она предполагает, что интернет в целом влияет очень долгоприятно на общество. Общества становятся более демократичными, агилитарными. Вот выравниваются как раз таки социальные неравенства, у людей появляется одинаковый доступ, правый шанс и так далее, и так далее. Есть еще критические исследования интернета и новых медиа, которые видят темную сторону Луны. Здесь главный представитель — это Карл Макс. Современные представители этого направления опираются на его работы. Они поднимают вопросы о, например, отчуждении виртуальном, которое происходит, о комодификации цифрового труда. Мы все здесь пользуемся социальными сетями, Facebook и так далее. А на самом деле мы все производим данные, которые потом продаются различным компаниям для рекламы. То есть мы все в целом участвуем в создании какой-то прибавочной стоимости, но совершенно бесплатно. Вот такие вот в частности вопросы. Ну и в общем то направление, на котором мы сегодня чуть подробнее остановимся, это… 10 минут осталось или прошло? Осталось. Осталось. Значит, это изучение структуры виртуальных сообществ. Оно встречается вот совершенно в разных направлениях, и имеет как прикладные, так и фундаментальные какие-то вопросы. Значит, сперва остановимся на ряде прикладных вопросов. Значит, первое исследование, оно такое проведенное, можно сказать, чисто по фану, да, в области изучения так называемого социального капитала или связи между людей. Их-то и распространение сплетен и так далее, и так далее. Значит, это иллюстрация изучения социального бизнеса студентов на примере такого паблика ВКонтакте как подслушано. Ну, они расплодились просто повсеместно, для городов, для университетов и так далее. Ну, вот здесь был взят паблик подслушанных в Петербургском университете. Значит, исследовательский вопрос. Вообще, на страницах данного паблика очень популярен вопрос о романтических отношениях. Все жалуются на недостаток девушек и мужчин на факультетах, да. Однако все мы знаем, в принципе, какова расстановка сил на разных факультетах, да. Как бы на каких факультетах больше девушек, на каких больше мужчин. И это не составляет никого никакой тайны. Однако неизвестно, какие факультеты оказываются ближе друг к другу в плане каком-то социальном, да. В плане какого-то социального расстояния, дистанции, ближе друг к другу для похода, да, за знакомство с противоположным полом. Да, вот это вот социальное расстояние можно понимать как количество рукопожатий, которые отделяет один факультет или какое-то одно субсообщество, один курс, одну тусовку от другой, да, допустим, где пальчик и ту, где в основном сконцентрированы девушки. Таким образом, если мы узнаем, кто кому ближе, мы поймем, кто с кем имеет больше шансов познакомиться. В общем, чисто такая прикладная задача. Она реализуется очень просто. Значит, вот здесь представлена сеть дружбы, так называемая, да, или граф дружбы, или социальный граф, где вершины – это люди, а связи между ними – это те самые отношения дружбы ВКонтакте. Все здесь люди – это подписчики вот этого самого паблика. Значит, точки одного цвета условно принадлежат вот одной подгруппе, одной какой-то тусовке. Возможно, это факультеты или курсы, об этом мы узнаем дальше. Ну, в общем, здесь и без расцветки видно, что вот сеть вот так вот кластеризована довольно явно. Следующий шаг – мы узнаем информацию о половой принадлежности пользователя. Соответственно, розовые девушки и синие юноши. Общее соотношение 70-30, юноша и юноша. Вот. Затем, ну, тем не менее, информации довольно много, да, и нам необходимо каким-то образом проредить, да, или сократить, чтобы мы могли понять, как бы, что представляют собой вот эти сгустки, что за ними стоит, да. Мы используем определенные техники, манипуляции сети, да, и преобразование, и получаем такую прорежную структуру, где остаются только самые дружные такие вот ядра учащихся. Ну, и затем простым как бы изучением профилей мы понимаем, что это действительно разные факультеты или разные курсы. Ну, и на основе такой карты мы можем проводить более глубокие исследования со всякими метриками, можем понять, какие факультеты там являются посредниками, да, какие ближе друг к другу и так далее. Ну, и выводы здесь такого рода, что, например, самые мальчишинские там, да, это ПМПУ, и девчачьи, это, например, журфак, какие-то курсы факультета социологии, и связующим задом является экономический факультет и исторический факультет. Соответственно, если мальчик с ПМПУ хочет познакомиться с какой-то девочкой из тех факультетов, ему стоит каким-то образом тусоваться больше, ну, и других способов у него нет, тусоваться больше с друзьями с факультетами или с экономического впустя. Ну, это не новый метод. Здесь можно просто измерить все, уже, это называется, в граммах. Нужно граф построить. А, разумеется. Вот без этого знания никак. Значит, а теперь мы вот перейдем к такому, наверное, более серьезному кейсу неразвлекательному, это уже было реальное исследование, как раз таки из области e-health, общественного здоровья. Это изучение онлайн-сообщества так называемых спид-диссидентов ВКонтакте. Кто знает, кто такие спид-диссиденты? Ага, неплохо. Ладно, тем не менее, большинство не знает. Это те люди, которые отрицают существование ВИЧ или связь между вирусом и уже синдромом, болезнью спид. Соответственно, вот эти ребята, они отрицают это, они представляют собой довольно серьезную угрозу общественному здоровью, так как они рекомендуют людям, ну, как, у них есть, можно сказать, своя информационное влияние, да, и влияние их, оно реализуется в отказе от тестирования, от предохранения и так далее, от лечения, от приема терапии, и увеличивает, там, вообще, эпидемию, заболеваемость, смертность и так далее. В общем, это плохо, и с этим надо что-то делать. Соответственно, нам на помощь могут прийти вот такие вот методы изучения виртуальных сообществ, их структуры и коммуникации. Значит, есть две задачи. Значит, первая задача — это выявить какие-то риторические стратегии, да, эта задача смысловая — понять, каким образом спид-диссиденты убеждают новичков и всяких посетителей этого сайта в истинности своих взглядов. Это поможет выработать какие-то контр-стратегии, какие-то контраргументы для дальнейших информационных компаний. Второй компонент — это такой количественный сетевой анализ, да, структуры и коммуникативной активности. Это позволит выделить ядро сообщества, а также периферию. И, в частности, что самое главное — это так называемую группу риска, да, то есть тех пользователей, которые вот находятся на какой-то вот стадии, да, или там светлая сторона силы, или темная, колеблются, да, и в отношении которых вот такие вот информационные компании будут очень… которым они будут полезны, которых, можно сказать, не нуждаются. Значит, на данном рисунке вы видите как раз сеть дружбы участников этого сообщества. Значит, ну и тут тоже с помощью различных сетевых нетрик и другой информации мы можем выделить так называемое условное ядро этих диссидентов, да, они активны и дружат между собой. Вот они красные, потому что делают какой-то вклад в создание контента группы и так далее. У группы есть очень большая периферия, вот это вот кольцо Сатурна, да, это изолированные пользователи, которые как-то посетили группу и являются подписчиками, но с кем не дружат. Есть вот какая-то вот полупериферия. Пользователи, которые лайкают и больше ничего не делают, либо которые являются подписчиками группы, да, но вот тоже ничего не делают, да, может быть, не смотрят материалы, но тем не менее даже с кем-то дружат, что, на самом деле, очень подозрительно. Ну и, соответственно, как бы задача решается, там, это можно пропустить, это такой технический алгоритм. Но для того, чтобы выявить группу риска, да, вот мы видим, что вот эта периферия и вот эта полупериферия, они вообще довольно крупные, да, в сопоставлении с ядром. Это порядка 15 тысяч участников, эта вся группа, да. Соответственно, это может быть очень высок риск, как бы, допустим, что люди, которые становятся целевой аудитории компании, это вообще не имеют отношения к этому. Это какое-то было случайное участие, человек там случайно поставил лайк, или это какой-то, то есть на уровне информационного шума находится. Поэтому надо выделить ту группу людей, которая не является ядром, с одной стороны, но с другой стороны проявляет какой-то устойчивый интерес, да, каким-то образом контактирует, взаимодействует с этим ядром. Для этого строится другая сеть, здесь она уже приведена тоже в сокращенном виде. Это сеть коммуникаций между ведровыми участниками и перифериями. Ну, периферийных тут намного больше. И мы убрали как раз тех, кто проявляет вот этот вот такой, очень интерес спорадический, случайный, слабый, неустойчивый. И, в общем, вот эту периферию легко выделить, и это будут наши дальнейшие клиенты для какой-то вот возможной информационной компании. Это открытые коммуникации? Нет, это все публичные коммуникации со страницей этой группы. То есть вы в личных сообщениях не можете... Нет, личные сообщения вообще невозможно. Ну, понятно. Но в теории. С точки зрения. Очень в теории так. Эти танки, в самом деле, очень хорошо защищены, и я даже не уверен, что какие-то спецслужбы могут им пользоваться очень просто. Поэтому вся информация, которая здесь спрабатывается, это действительно публично доступная информация. Там со стены, из дискуссии и так далее. А я не знаю, сколько времени осталось. Минутка. Минутка, да. На самом деле есть еще один кейс. Он очень интересный, потому что первые два это были такие иллюстрации прикладных исследований, да. Одна совсем веселая, другая уже серьезная, да. А вот здесь осталась иллюстрация такого фундаментального исследования, да. Мы видим, что вообще в виртуальном пространстве в интернете могут складываться совершенно различные вот эти структуры, да. Взаимодействие людей, дружбы, коммуникации, мелани. И это, на самом деле, очень большая и важная задача изучать, какие вообще есть такие архетипические структуры, да, и понимать, как они формируются, что они вообще означают. Вот было проведено довольно крупное исследование на материале Твиттера. Изучали все эти квадкации в Твиттере. И группа авторов пришла к заключению, что существует всего шесть архетипов, по которым эти сети вообще складываются. Сети общения, да. Там есть эти функции mention, reply, вот. И вот эти вот штуки по каким-то определенным хэштегам изучались. Да, вот есть несколько типов. Парализованная толпа, поляризованная толпа, да. Очень часто это представляет собой какие-то политические дебаты, когда сторонники разных партий, мы знаем, вот эти две партии, республиканцы и демократы, поддерживают какую-то одну точку зрения. И здесь возникает так называемый эффект эхо камер, да. Когда вот они друг другу поддакивают, да, в какой-то поддержку какой-то точки зрения и игнорируют другую точку зрения по этому же вопросу. То есть это на самом деле одно комплекционное пространство. Мы используем какой-то один хэштег или какое-то одно ключевое слово. И мы видим, что между ними действительно связи каких-то очень мало. То есть нет никакой дискуссии происходит. Есть другие виды сетей. Это тай-краут, это сплоченная толпа. Такие сети образуются в случае обсуждения каких-то хобби или профессиональных интересов людей на конференциях, например. Вот где подлинные дискуссии у нас только на конференциях, а не как на политике. Ну и другие всякие сети. Это community или brand clusters. Brand clusters — это когда люди упоминают, например, что «О, я купил себе iPhone или что-нибудь с каким-то известным брендом». Но это не приводит к никакому общению между ними, никакой связи. Community clusters — это уже когда между людьми складываются какие-то сообщества, небольшие группы в рамках какой-то большой темы. Например, обсуждается олимпиада в целом. А вот эти группы, которые сложились, собственно, community clusters — это обсуждение каких-то, например, видов спорта в зимних олимпийских играх. Там хэштег «Сочи-2014». Одни обсуждают Клющенко, другие обсуждают хоккеистов, третий — там биатлонистов, условно говоря. Ну и еще есть... Ага, здесь неправильно. Тут не подгрузилась картинка нужная, к сожалению. Есть еще один тип Broadcast или Support Network — это сеть вещания и сеть поддержки. Когда есть один какой-то центр, да, и он что-то пишет, и ему его большая аудитория, какой-нибудь селебрии, какая-нибудь знаменитость, они ему как-то отвечают что-то, что «О, там круто», например, и как-то еще. То есть сеть вещания, какой-то центр очень популярный и так далее. Сеть поддержки — это обратная ситуация. Есть какой-нибудь аккаунт поддержки, например, фирма Toshiba, он отслеживает в твиттере проблемы людей, жалуется на свою технику и пытается им как-то отвечать. То есть тут та же самая звезда, только направление связи другое.